Здравствуйте! Сейчас мы с вами посмотрим, как можно сохранить презентацию в формате видео. Возьмем вашу презентацию. Например, у меня уже готова вот эта презентация Global Learning Connection. Захожу в настройки файл. Сохранить как. И выбираю вот во второй строчке, рядом где сохранить написано формат видеоролика. Это Video MPEG либо Windows Media Video. То есть, либо первый вариант, либо второй. Выбираю первый формат и нажимаю сохранить. Как вы видите, здесь внизу идет создание видео Skype Aton. Ждем. Чем больше презентации, тем больше времени нужно на ее сохранение. У меня презентации всего лишь 10-11 слайдов, поэтому намного быстрее. Если здесь у вас есть анимация, еще добавлены небольшие видеоролики, это будет идти намного дольше. Сейчас ищу эту презентацию, где она у меня находится. Этот видеоролик у меня сохранился в той же самой папке, что и сама презентация. Например, давайте сюда перемещу на рабочий стол компьютера. Еще разик копировать на рабочий стол компьютера и проверяем, как у нас сохранилась эта презентация. Смотрите, все замечательно. Теперь, если у вас есть видеоредактор, вы можете обработать видеоредактор и добавить сюда звук, аудио, видео и тому подобное. Вот таким вот образом. Также можно еще раз вернуться к нашему оригиналу. Посмотрите, сохранить как. Выбрать Windows Media. Выбрать уже, например, здесь нет уже папку, а рабочий стол компьютера. Сохранить. Снова идет создание видео. Уже намного медленнее. Ваша задача сейчас будет выбрать любую небольшую презентацию и сохранить ее в видеоформате. Ваш готовый видеоролик, ваш готовый видеоролик уже отправить OneDrive, например, файл находим. Переходим в рабочий стол, находим этот видеоролик. Смотрите, он совсем небольшой, 19 мегабайт. Нажимаем открыть. Идет отправка элемента. Пока у нас загружается, проверим, что у нас следующее сохранение. До сих пор еще идет сохранение. сейчас, если мы вернемся, то видим уже у нас два видеоролика. Первый, который мы сохранили MP4 и второй Windows. Здесь тоже все отлично работает. Переход между слайдами автоматически настроен. Закрываем. посмотрим, подгрузился у нас видеоролик в OneDrive. Нет, он пока не подгрузился. Сейчас посмотрим, что нам нужно будет с вами еще делать. Если вы потеряли вашу презентацию, можно здесь сортировка по дате изменений сделать. Он вам отсортирует по дате изменения и вы уже найдете нужную вам презентацию или документ, который создавали то или иное число. У меня так как идет отправка элементов, он сейчас не сортирует документы. Либо же можно нажать с левой стороны строчка последние. И вот здесь он уже вам отсортирует последние документы. вот они отсортированы по датам уже мы видим. Отправка элемента до сих пор еще идет. Интернет у меня медленный. Но как только вы подгрузите ваш видеоролик, например, находите его здесь. Здесь у меня видеороликов нет. но ссылка, отправка ссылки везде одинаковая. Выделяете, например, ваш видеоролик, нажимаете поделиться и там копируете ссылку и ее уже отправляете в качестве ответа на ваше задание. У меня сейчас интернет подтормаживает, но в предыдущих видеороликах вы это видели. У вас все получится. Не переживайте, не волнуйтесь. Всего хорошего. Есть еще один вариант, когда вы можете сохранить вашу презентацию в качестве видео. Во вкладке запись вы видите вкладочка экспорт видео. Нажимаем экспорт видео и вот здесь мы можем редактировать уже настройки. То есть если вам нужно, вы можете выбрать варианты размера вашего видеоролика. Далее использовать записанное речевое сопровождение время показа слайда. и настроить уже по вашему усмотрению сколько времени будет отводиться на каждый слайд. Это если нужно. После этого нажимаете создать видео. Далее идет сохранение презентации в виде. Нажимаете сохранить. И внизу под слайдом вы видите процесс создания этого видео. Здесь нужно оговориться о нескольких моментах. Во-первых если у вас здесь просто слайды будут и уже аудио вставлено то это будет проходить намного быстрее. Если же как у меня в первом слайде уже видео вставлено запись да и сейчас я делаю здесь запись то процесс создания видео естественно будет намного дольше а может быть вообще никогда не завершится. То есть здесь нужно пробовать разные варианты форматы. Здесь просто рекомендуется если нужно то вы можете любую презентацию экспортировать видео видео со своими настройками. Качество изображения если нужно ручьевое сопровождение если вас там аудио загружено и также время отводим на каждый слайд. Так как здесь еще можно и записывать звуки которые здесь проходят. Например записать звук вы нажимаете красную кнопочку идет запись этого звука после того как вы уже наговорили комментарии либо задания для ваших учеников вы нажимаете окей и этот аудиоролик он уже у вас на слайде есть. Послушаем. Вот замечательно. На этом все. Уважаемые коллеги на ваш выбор вы можете сохранить презентацию вашего видеоролика видеоролика либо ее экспортировать видеороликом и также на ваш выбор вы можете туда добавить уже готовую аудиозапись либо записать свой голос. Спасибо большое за внимание.